МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие друзья! В прошлых программах мы говорили о том, что любая религия содержит как философию, так и практику. И в последней важную роль играют обряды и ритуалы. Они есть в каждой религии. Но в чём их смысл? Насколько важно соблюдение обрядовой части религии? Чем ритуал поклонения Божеству отличается от поклонения идолам? Подробнее об этом сегодня в нашей программе. Бог более могущественный, чем люди могут себе представить. Всему лучшее означает, что у него есть безграничная форма. Если бы Бог был лишён формы, тогда бы он был лишён и понятия формы. Тогда бы не было и принципа формы вообще. Если Бог есть, я говорю, почему Бог не помогает мне? Но я не могу с ним связь. Я не знаю этикет от отношения злобы. Не все молитвы даже Богу по душе, которую мы вознёсим, не все им нравятся молитвы. Он Личность. Нужно ещё знать и о его вкусах. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами программу на тему религии. И тема сегодняшнего нашего разговора — религия и обряды. Можно религию отнести как обрядовой части или ритуалом, и также философию как основу. Потому что у любой религии есть философская часть, обосновывающая суть религии, и также есть какая-то обрядовая часть. Какие-то ритуалы, поклонения, даже одежды и так далее. Очень много. Которые могут отличаться от других религий. Чайдан Чандар Чарам Бабу. Мне бы хотелось бы сегодня вместе с вами обсудить различные формы обрядов, которые существуют в различных религиях. Как вы сказали, существуют разные части религии, составляющие, например, есть обрядовая часть, или есть философская какая-то часть, научная часть, есть эмоциональная составляющая также. То есть религия может охватывать все области нашего существования. Даже если религия питания, так скажем, все объявляющиеся понятия слова религия. Но если эти части будут разорваны друг от друга, то они потеряют смысл. Вот что мы иногда видим, есть обрядоваясь, например, но нет науки, нет осознания этой практики. Зачем я это делаю, например? Почему я должен поступать так, входя в храм, например? Почему я должен кланяться или произнести какую-то молитву? Понимаю я смысл того, что я говорю. Если в течение, что я читаю какие-то молитвы, но если я не понимаю смысла, может быть, это какой-то старославянский, или может быть, это какой-то язык недоступный для меня, но я просто это принимаю как правило, как обряд, неосознанный. Это не имеет большой цены. Постепенно это может выразиться в том, что люди отказываются от такой религии, что она непонятна. Смысл у меня есть, для чего это нужно все делать. И результат тоже смутный. Послушал молитвы, но я так и не понял, что случилось. Очистился я или нет, освободился от Игоря, или нет, я не знаю. Непонятно, все в невежестве совершается. Поэтому обрядовая часть, она не должна доминировать, быть главной. Нет. Во всем этом главное является только одно. Главное – познать себя и отношения с Богом. И для этого, если мне это поможет сейчас, я могу принять какие-то обряды, то есть какие-то действия, священные действия называются. Но если я не знаю, зачем смысл этого делать, то не рекомендуется принимать обрядовую сторону. Сначала нужно послушать. Называется слушание. Первый этап развития вообще какого-то духовного слушания. Мне нужно понять смысл. Что такое Бог, что такое душа, что это за мир, в котором я живу. Я должен иметь представление, образование иметь. Затем я должен усвоить, каким образом вы слушаете, я должен повторить то, что я сказал. Повторить с тем же чувством, с каким я слышал. Я должен услышать это не просто от академических ученых, а услышать от святых, которые уже имеют это понятие любви к Богу. То есть религия в сердце живет людей таких. Слушая, я должен повторить в этом же настроении, как они говорят. Тогда в следующий этап я могу обрести глубокую память, осознание этого факта. И вот тогда я могу начать уже какое-то поклонение. Осознанное поклонение. Можно сравнить это. Если я знаю какого-то человека, я слышал о нем, я общался с ним, я говорил о нем, развели с ним отношения, и я в разлуке с ним, не могу терпеть разлуку, потому что я привязан к нему, люблю этого человека, я беру его изображение, ставлю себе на столик. Иногда разговариваю с ним. «Дорогой мой, вот у меня такие дела, сегодня день провел, тебя не хватало, я плачу, я так соскучился по тебе». Эти чувства есть. Я ставлю изображение, потому что оно как ритуал начинается. Смотрите, совершенно спонтанно это происходит. Потому что просто я знаю личность эту. Эти чувства у меня есть, я их воспринимал, у меня было развитие этих отношений, и я выражаю даже изображение. И точно так же, если эти чувства есть, если мы развили это понимание Бога, у нас возникает спонтанное чувство общаться с ним. Мы делаем изображение, как это написано в Ведах, что можно сделать такое изображение, которое будет неотлично от него, будет напоминать о нем. Мы ставим это изображение, и там говорится, предлагаете ему хорошие вещи. Запахи прекрасно нужно предложить, цветы можно предложить, можно предлагать пищу витрианскую, чистую. Но с любовью. Все нужно делать с любовью. И тогда я понимаю назначение этого обряда. И вот представьте, когда я это делаю с любовью, на самом деле, если это присутствует отношение, я делаю это, и кто-то мне говорит, идолопоклонство. Тогда я начинаю скрывать, правда? Я начинаю скрывать этот факт. Потому что люди некоторые могут не понимать. Я прячу фотографию любимого человека, меня сейчас не поймут, я прячу здесь, я скрываю эти вещи. Поэтому кто-то может сказать, у Бога нет формы. Кто-то может так проповедовать людям. У Бога нет формы, нет лица. Не думайте таким образом, потому что они думают, и в обоконство. как вы можете общаться с камнем, и с каким-то изображением, пищу предлагать, картинкам, как это нужно понять, такие вещи. Тем не менее, если мы войдем в дом любого человека, кругом картинки. Кругом родственники, кругом дети маленькие, вот они подходят, говорят, вот этот молот, он был таким маленьким, я не вспоминаю, это Боже мой, молится мне. То есть оживает память, оживает это вот чувство. И вот эти формы должны помочь нам оживить наши чувства по отношению к Богу. Но для этого сначала нужно получить определенные знания о Боге как о личности, иначе это нельзя объяснить должен быть. Если Бог нечто, то почему нечто необъяснимое, в какую-то форму хочу запихнуть. Вот будет вопрос философский. Да, как бы создать ощущение, что ограничиваем мы. Форма ограничивает. А Бог безграничен. Да. Как бы сопоставить эти противоречия? Бог более могущественный, чем люди могут себе представить. Самое лучшее означает, что у нее есть безграничная форма. Посмотрите, сколько форм в этом мире. Есть деревья, растения, насекомые, животные, люди. Все-все-все отличаются. Столько-столько форм. Откуда? Это все формы из одного источника. Это его форма. Таким образом, он не лишен формы сам тоже. Если бы Бог был лишен формы, тогда бы он был лишен и понятия формы. Тогда бы не было и принципа форм вообще. Но если мы вообще видим, какие-то формы в этом мире означают, что это исходит из него, как из источника. Что он обладает идеальной формой, идеальной вкусом. У него есть форма. Не везде это открывается, не во всех писаниях это буквально объясняется, какая у него точно форма. Но в ведах это объясняется подробно. Поэтому на основании этого мы можем также полагаться на священном писании и такой факт принять. Но эта форма не является созданной из материальной энергии. Бог за трансцендентную форму? Его форма трансцендентная означает, что она вне материи, вне наших пониманий. И она может быть где угодно, и в материи, и в нашем понимании. Эта его форма разумно действует в соответствии с местным временем обстоятельства. Она может проявиться откуда угодно. Хотя не принадлежит этому миру. Например, электрический ток не принадлежит металлическому проводу. Это лишь проводник. Подобно этому формы, материальные формы материал, это лишь проводник. Такое сравнение. Лишь проводник. На самом деле, форма может проявиться через току. Я могу представить форму в уме, она может проявиться в моем уме. Ум тоже элемент материальный, тонкий. Я могу использовать ум, но если я не могу использовать ум, ум не подчиняется, я могу слепить из глины просто форму. Бог может проявить себя через эту форму. Я могу это сделать из металла, потому что это будет уже практичнее. Металл не крошится, как глина. Может всю жизнь поддерживаться. Обычно в одном живое существо это кости, кровь, мышцы, жилы. Но это непрактично. Сколько существует такая форма? А форму Бога вечна, поэтому практичнее сделать из металла. А он проявит себя через что угодно. Как мы себя проявляем через мышцы и кости, так он себя может проявить через металл, если он Бог. Бог действительно может проявить себя через материальные формы. Есть опыт. Опыт людей, которые практикуют это. И вы увидите, что есть примеры великих святых, которые поклонялись Божествам в течение всей жизни, не утрачивая вкуса, развивая с ними отношения. Какие-то примеры можете привести? Например, мы знаем, был такой спутник Господа, Читания узвали Шигададхара. Он принял Кшетра Саньясу, он поклялся не покидать святого места, Чаганатапури, всю свою жизнь и служить Божествам, не покидая этого места, не отлучаясь никуда. Всю оставшуюся жизнь он служил этим Божествам до конца своих дней. Мы были там, в Чаганатапури, поэтому я вспомнил этот пример. Божество сидит каменно, оно сидит, сложив ноги вот так в лотосе. Это единственное Божество Кришны, которое мы видели, сидячий. Обычно Кришна стоит, играет на флейте, он танцует, сгибает, вот он сидит на алтаре. И мы спросили, почему это так? Вега Датхар составился, Божество было высокое, он сгорбился, он стал маленьким, старым, но он уже не мог даже гирлянду надеть на Божество, потому что не мог даже достать, выпрямиться. И тогда он стал седовать и очень сокрушался, даже плакал, что он не может, должен служить Божеству и стал молиться. И на следующее утро трогав алтарь, он увидел, что Божество сидит. И теперь он мог украшать его гирлянду. Это одно из чудес, Джаганатапури. И люди приходят туда со всего мира, чтобы увидеть Божество. То есть Божество проявляется через различные элементы, которые мы только что описали. Он может проявить себя в металле, в земле, но только если человек обладает знанием, если человек обладает знанием, потому что это не противоречит тем утверждениям в Священном Писании, что Бог является источником всего. Он является первой причиной всего. Все из него исходит. Отношения с Богом должны быть авторизованы, так скажем. Сейчас мы поясним, что это означает. Что я не могу с Ним общаться просто как мне вздумается сейчас на моем уровне. Это невозможно. Например, если я иду к приемам начальства, высокопоставленный, нужно знать этикет. Я не могу развязанно зайти, сказать, здорово, дядя Вася. Нет, ты должен знать его имя, отчество, я должен обратиться к нему по этикету, хорошо, прилично одеться, записаться в приемной. Есть этикет. То есть для таких людей, как мы, с вами нужен этикет. Нужно сейчас найти этикет. Как обратиться к Богу? Авторизованно нужно обратиться к Богу. И есть пример. Почтовый ящик. Напишу письмо и бросаю в ящик. Через три недели придет ответ. Кто-то получил и ответил ко мне в ящик почтовый тоже. О, как удобно, думаю. Так я могу в этот почтовый ящик установить прямо у себя в квартире тогда поставить. И буду бросать вот это письмо, пусть приходит ответ. Чего ходить на почту? Я тоже делаю такой же точно копию почтового ящика. Устанавливаю себя в коридоре, в раздевалке, в квартире, или в ванной даже. Пишу письмо и бросаю туда. И жду ответа. Но ответа не будет. Не авторизованно. Установят почтовым отделением связи. И тогда ответ придет. Тогда это работает связь. И таким образом я должен знать этикет. Как установить форму божества, как его одевать, какие отношения развивать для того, чтобы были взаимоотношениями. Вот если этого знания нет, я не могу извлечь пользу из своего материального существования, потому что я не могу связать все это с Богом. Если Бог есть, я говорю, почему Бог не помогает мне? Но я не могу установить с Ним связь. Я не знаю этикет отношения с Богом. Я пренебрегаю этими вещами. Я разрываю наоборот эти отношения своим поведением, ожидая другого результата. То есть не все молитвы даже Богу по душе, которые мы возносим, не все ему нравятся молитвы. Он личность. Нужно еще знать его вкус. То есть речь идет о этих обрядах, ритуалах, их цели, смысл научиться понимать личность Бога, его качество и характер, его индивидуальность. Но если человек еще не готов к этому, он должен отстранен от всяких ритуалов, правил. Он должен получить философское знание. Как вот объяснить такое понятие идолопоклонничества? Идолопоклонничества? Идол. Идол это вымышленная форма Бога. Например, я пришел к примеру из Библии брат Моисея Арон. Арон создал этого идола из золота Золотого Тельца. Придал ему философский смысл вселенской формы, что рога это его небо, что-то стал описывать вселенские масштабы, воплочил все это в золотом Тельце. Люди поклонялись золоту, на самом деле, это был идол, не Богу поклонялись. И вдохновляло золото. Также здесь идол. Идол это то, что дает мне какую-то прибыль. Есть какая-то корыстная выгода в этом, когда винове какого-то идола. Одна из форм идолопоклонства это поклонение сильным мира сего. Политическим лидерам были сильным. Было поклонение Гитлеру, поклонение Сталину, поклонение Ленину, поклонение Мао Цзэдуну, Ким Мерсену. То есть примеров истории огромное количество, когда люди преклоняются перед сильным мира сего. Это называется идолопоклонство, потому что эти люди не были связаны с Богом никогда. Это мир политики. Например. Мы же видели, как в свое время на Красной площади проходили демонстрации и там все эти изображения политбюро лидеров, вождей. И люди пели, кричали, ходили. Это был культ отношений к колесницам. Но также мы видим, что есть в Индии древняя традиция катать божества на колесницах. И там соберется много людей катать на колесницах. И они говорят идолопоклонничества. Соотражение это имеет также в материальной культуре. Когда поклонение материально по своей природе, это называется идолопоклонничество. Лишено внутреннего смысла любовных отношений глубоких. Лишено. Там есть какая-то политическая, политический мотив, экономический мотив, какой-то другой материальный мотив толкает к этой деятельности. А можно определить идолопоклонничество следующим образом. Любое поклонение не Бог является идолопоклонничеством. Может быть, так можно сформулировать, что любое поклонение, которое не связано с Богом, но является идолопоклонничеством, когда нет связи. Но если есть связь, то это уже подлинное отношение. То есть, я могу поклоняться человеку, святому человеку, если он связан с Богом. Если эта связь существует, то разницы в поклонении нет, потому что святые люди, связанные с Богом, никогда не принимают поклонение на свой счет. Они немедленно передадут это Верховному или своему Учителю. Они лишены этого желания приобретений, накоплений славы, каких-то вещей. Все, что подносят им поклонники, они дальше и используют на благо всех других. Был такой святой, который собирал пожертвы, приносили деньги. Если он утром получал тысячу рублей, то уже вечером не оставалось ни копейки, он тоже все раздавал. Каждый день приходили большие деньги, и утром уже он все раздавал. Все люди знали, что он жертвует, что он заботится о бедных, о нищих, и жертвы много денег. Вот такое поклонение имеет смысл, когда оно поддержит взаимообмен этот великий. Но если я принимаю все на свой счет, и материальное поклонение, и моральное, духовное поклонение, то я это не распространяю, на мне все замыкается. Я относился с богатым, властным, тираничным, деспотичным, ничего хорошего в этом нет. Я должен отдавать все это в служении богу, тогда я имею право принимать поклонение. И сейчас, поскольку мы в целом общество, мы как общество лишены духовного знания, то понятно, что обряды и форм поклонения вызывают негативную реакцию восприятия. Это понятно. Поэтому сейчас это не должно навязываться никому, совершать такие действия ритуальные какие-то. Это вопрос образования людей. Но если мы не будем поклоняться богу, будем поклоняться долгу, говорится. Собаке будем поклоняться. Потому что собаке мы служим каждый день, сколько у той собак. Это те же самые в ряды поклонений. Даже когда она испражняется, то в крупных городах немедленно испражнение подберет хозяину в руку и несет в урну. Он служит ей. Он наказывает служение. Это как поклонение этой собаке. Он гладит ее, расчесывает все желания ее выполняет, медали решает. Фотографию ее в комнате. Мой Бобик. Видите, долго будете поклоняться? Будет собака вашим другом и все. Если ваш друг собака, кто живый? Потому что нужно предить человека по тому, кто его друг. Надеюсь, что не оскорбил людей, которые имеют собаку, потому что собаки тоже живут, существа, их нужно любить. Но мы говорим о Боге, не о собаках сейчас. Нужно понять, что мы не хотим оскорбить собакам. Просто хотим сказать, что Бог более достойно существовать, чем собака для поклонения. занимать должен Бог. Религиозные ритуалы постепенно учат нас понимать Бога, осознавать глубину наших с Ним отношений. И если эта связь с Богом есть, значит, это и есть истинное поклонение. В заключении цикла наших программ, посвященных религии, хотелось бы пожелать вам, дорогие телезрители, искренности, бескорыстия и любви, поскольку без этих качеств невозможно достичь счастье и высшей цели человеческой жизни взаимоотношений с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok